Ярослав, вы живете в Нью-Йорке. Вы не просто, так скажем, вы это все видели. Я это тоже видел, многие из наших радиослушателей и зрителей это видели по телевизору. Я вообще-то в этот день занимался трейдингом на стак-маркете. И я просто это наблюдал, как это все происходило. И я в этот день трейдал. То есть это не было. Кстати, маркет еще работал. Он закрылся, маркет, после того, как упала вторая башня, еще какое-то время маркет был открыт. Но после этого его, естественно, закрыли. Он открылся через три дня с каким-то страшным падением. Но чуть дальше мы об этом скажем. Ярослав, расскажите, как это было у вас и как вы это узнали? Все-таки вы журналист. Да-да, чуть-чуть дальше поговорим и об этом. Я просто хочу упомянуть, так буквально вдогонку вашей реплики, Михаил, что ведь суры Корана писались, когда в гербах государств, кроме Римской империи, уже развалившейся, практически не было никаких орлов. Поэтому это тем более удивительно. Великая империя германской нации со своим орлом возникла чуть позже. Российская империя со своим орлом гораздо позже сур Корана. Но про Соединенные Штаты Америки я вообще не говорю, где белоголовый орел стал вот таким вот гербовым символом Соединенных Штатов. Тем не менее, уже тогда говорили о разрушении какого-то орла. То есть какое-то предвидение определенное было у тех, кто писал эти суры Корана. Хотя они адресуются к пророку Мухаммаду. Но не в этом дело. Вернемся в тот день, 11 сентября. Честно говоря, я немного не то чтобы опоздал к событию. По крайней мере, я собирался уже выходить на работу. У нас тогда в Нью-Йорке было радио «Надежда». Ну и собирался проводить как бы традиционный эфирный день. Я знал, что там сидит утренняя группа. Михаил Бузукашвили там в этот момент находился в эфире. Есть такой журналист довольно известный у нас в Америке. Я думаю, что и Чикаго его знают тоже хорошо. Но тем не менее, ничто, как говорится, не предвещало беды. И вдруг совершенно неожиданно вместо радиостанции звонит коллега. Говорит, ты знаешь, Ярослав, тут такая ситуация. Не знаем, что делать. Самолет врезался в одну из башен. Естественно, мы тут же включаем CNN. И я прямо дома уже лихорадочно, уже одеваясь на работу, но думал какой-то маленький самолетик. И видя все это, и видя уже, как идет съемка в прямой трансляции, как врезается второй самолет, стало ясно, что все это очень не случайно. Какая первая реакция? Естественно, слава богу, я жил недалеко от радиостанции. Просто ноги в руки. Через пять минут я уже был на работе. И какое вот тогда решение может принимать журналист? Единственное, наверное, я все-таки думаю, что я правильное решение принял. Я отменил все программы. Позвонил нашей переводчице и говорю, знаешь что, включай телеканал CNN и вот все, что они говорят на русском языке, давай-ка ты в эфир. Вот все подряд. Потому что лучше, чем они, сейчас никто не осветит. Если они задержались, переключайся на другой канал, переключайся на CBS, переключайся на Fox и просто говори все то, что они говорят. После чего, когда этот эфир уже был организован, можно было выехать, как говорится, на точку и посмотреть. Но лучше там было, конечно, ничего не смотреть. Опоздали на падение башен. Но тем не менее, это зрелище не из лучших. И я бы не хотел далее видеть то, что мы здесь видели в Нью-Йорке. Во-первых, сразу какой-то дикий шок. В Нью-Йорке много больших зданий. Наше здание тоже не из маленьких, в котором мы тогда работали. И такое ощущение, что когда вот буквально прошло там 10 минут, 15 минут после того, как упали башни-близнецы, и идет какое-то паническое состояние с главным вопросом. А сколько еще самолетов в воздухе? А сколько еще могли захватить, которые сейчас немножко откручивают, может быть, какой-то определенный курс, и по каким зданиям они собираются бить? Этого тогда никто не знал. Никто тогда не знал, что всего 4 самолета было, и что один из них упал. Ну, вы знаете всю эту историю, я не буду как бы повторяться. Один пошел в Пентагон, второй упал, по-моему, в Пентильвании. Но не в этом дело. Совершенно не в этом дело. Дело в том, что все, кто работают в высотках, в тот момент просто так, ну, выходили периодически на улицу и смотрели, а не летит ли и в них что-нибудь. Такой очень большой, нервный, дикий, совершенно дикий стресс для всего города Нью-Йорка, который работает именно в зданиях высотных. Когда высотки рухнули, естественно, все это огородили. Через 5 дней мне удалось буквально подъехать близко к этому месту с моим коллегой. Ну, и подъехали мы, конечно, не настолько, насколько туда пропускала уже полиция, потому что она и журналистов не пускала, и никого. Мы подъехали тихо вечером с одной из таких узких манхэттенских улиц. Кто был в Южном Манхэттене, тот знает, что там есть такие закоулочки, из которых можно подобраться вот к этой вот точке. Мы подъехали, ну и что? Я, конечно, не хочу никого шокировать. Первое, что когда открываешь двери и окна, это трупный запах. Это трупный запах, который несся из этих развалин, потому что развалины еще не разобрали. Под ними огромное количество, тысячи людей похоронены. И все это как бы пробивается наружу, ведутся определенные раскопки. Там и днем, и ночью все велось. Кто бывал в Нью-Йорке, знает, что такое Верозана Неррес Бридж. По мосту Верозана была выделенная полоса, и постоянно шла колонна грузовиков на свалку в Стейтен Айленд, один из районов Нью-Йорка. И на эту свалку везли, и везли, и везли вот эти вот обломки от Всемирного торгового центра. То есть зрелище совершенно жуткое. Ты едешь по мосту, и навстречу тебе движется вот эта вот непрерывная колонна грузовиков, которая вывозит, вывозит и вывозит. А можете себе представить, что такое вывезти целый разрушенный Всемирный торговый центр? Это невероятное количество и усилий, и средств, и многого-многого другого. Вот такие вот ужасы здесь в Нью-Йорке как бы переживали, но это ничто по сравнению с ужасами тех, кто в этот момент или находился, или успевал убежать из Всемирного торгового центра, кто-то успел, кто-то не успел, или тех, кто находился буквально вблизи этого Всемирного торгового центра. Ярослав, у меня к вам такой вопрос. Ну, написано и переписано огромное количество статей, документов, и книг уже написано про этот террористический акцию против Всемирного торгового центра. Но среди этого всего какие-то очень интересные, появляются интересные, в кавычках я бы сказал, о том, что это не все так просто. То есть здесь какие-то были закулисные интриги, и об этом, что самое интересное, кто-то знал. Почему? Я, еще раз, как человек, который занимался и занимается много лет, находится на бирже, на стак-маркете, я могу абсолютно точно сказать, это просто необъяснимо, но было огромное количество, есть такое определение, которое называется в стак-маркете, это называется options. Если мы, если кто-то предполагает, что все идет вверх, покупает так называемые calls. Если предполагаешь, что маркет или какие-то стаки идут вниз, то покупается puts. Так вот, буквально за несколько дней до этого теракта кто-то или компания, или какие-то частные лица было куплено огромное количество тех самых puts. То есть на все авиакомпании, на все airlines были куплены вот эти puts. То есть кто-то наверняка знал о том, что что-то вот произойдет именно конкретно в этот день. То есть эти люди выиграли просто какие-то сумасшедшие деньги. Ну, соответственным образом, конечно, большинство людей это проиграло. И вот определенные люди, которые вроде бы об этом знали, они выиграли. Причем не только на авиалинии, на акции компании авиалинии, а на веш-маркет в целом. Еще раз повторяю, я в этом принимал участие, так скажем. И я просто помню, как это было. И после этого это не афишировалось, надо сказать. Не афишировались. Более того, это же известно, вообще-то говоря, откуда пришли эти заказы. Эти заказы не были с арабских стран, кстати. Кто-то там, может быть, и был, но заказы, которые, то есть те компании, или те люди, которые покупали, они, это были не арабы, это не были, это были американцы. Это были, ну, скажем, или кто-то за этим стоял. Как вы думаете, ну, такое место, вот такое может быть, или это просто совпадение? Я попробую объяснить. На самом деле, скорее всего, это вполне может быть, и может быть по одной простой причине. Те юноши, которые учились в летных школах, здесь, в Соединенных Штатах Америки, которые угнали самолеты, я напомню, что большинство из них было из Саудовской Аравии. Это юноши из довольно-таки благородных семей. Это не те террористы, которые бегают по горам Афганистана с автоматами и стреляют куда ни попадя. Это из очень приличных семей ребята, которые, в принципе, и они, и их семьи прекрасно знали, на что они идут и куда они идут. То, что в стокмаркете в это время как бы получали свои, не знаю, как называется, свою выгоду американские компании, я бы не сказал, что это значит что-то. По одной простой причине. В 2001 году в американском рынке вложений одной только саудовской королевской семьи было на 600 миллиардов долларов. Я не знаю, сколько у них сейчас размещено на местном рынке, но тем не менее, 600 миллиардов – это подтвержденная такая средняя цифра, которую только можно было обнаружить на тот момент. Поэтому, наверное, зная, что все это произойдет, их определенные семьи через свои управляющие компании могли сыграть вот на таком рынке, который подвержен условиям этих терактов. Я дальше напомню, что на самом деле после терактов сразу было закрыто небо над Америкой. И оно было закрыто 24 часа, если вы помните. И в это время только шесть самолетов ухитрились подняться с территории Соединенных Штатов Америки. Это были самолеты, перевозящие членов саудовской королевской семьи быстро назад в Саудовскую Аравию. Это было, это уже факт, подтвержденный абсолютно, поэтому удивляться тут нечему. Вот такая вот моя версия. Редактор субтитров А.Семкин